Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. 17 октября рабочий комитет железнодорожной компании «Рокевит Исраэль» объявил состояние так называемого трудового конфликта. Я протестирую, что эта мера стала ответной реакцией на нарушение администрации права рабочих в связи с открытием новых станций, внесением изменений в маршруты движения поездов и увеличением нагрузки на трудящихся. А с нами на связи и поможет нам разобрать эту ситуацию известный израильский журналист, блогер и активный пользователь «Рокевит Исраэль» с дорожной израильской железной дорогой Александр Коган. Саша, добрый день! Добрый день! Саша, еще одна цитата, с твоего позволения. Рабочий комитет заявляет, что если в ближайшие две недели рабочему комитету и руководству компании не удастся найти компромисс, который бы устроил обе стороны, то 31 октября на железной дороге может начаться забастовка. Каким тебе видится компромисс? Что сделают? Закроют новые станции или начнут, может быть, продавать билеты на поезда по системе кинотеатров только на определенные места? Кто успел, тот успел, кто нет, тот нет. Давай мы попробуем разобраться в ситуации. И для этого воспользуемся цитатами госпожи Кэррен Тернер-Эйаль, которую мы с тобой и со всей редакцией, со всеми гражданами Израиля финансируем, так как она является гендиректором Министерства транспорта. Без, так сказать, вот этой детали того, что она сегодня рассказала в интервью агентству Вайнед, понять ситуацию невозможно. То, что она сказала в интервью агентству Вайнед, звучит примерно так. Наше ведомство, открывая новые ветки, не ожидало, что будет такой приток пассажиров. И поэтому мы все равно решили устраивать революцию, она заостряет внимание на том, что она делает революцию, и открывать эти ветки, хотя нам все говорят, что по срокам мы их не успеем открыть. Но мы их все равно откроем, потому что если мы будем из-за каждой фигни, из-за каждого чубчика останавливаться на полгода, революция не получится. Я хочу заострить внимание именно на вопросе революции. Революция обычно это вещь, которая сопровождается жертвами, разрушениями и стоит людям гораздо больше, чем могла бы стоить эволюция нормальный процесс развития. Но очевидно, нормальный процесс развития для этого ведомства невозможен или неизвестен. Поэтому, несмотря на все прогнозы, на все объяснения, что просто физически не удастся открыть эти линии в нужные сроки, они все равно идут вперед, они все равно их открывают. Не важно, что линии из Тель-Авива в Иерусалим не доходят до Тель-Авива, а останавливаются только в аэропорту имени Бен-Гуриона. Не важно, что поезда застревают. Мы будем продолжать идти тем же самым путем, потому что, еще раз я цитирую, мы делаем революцию. Что у нас получилось? Министерство транспорта не предусмотрело, как они нам объясняют, как объясняет нам Кэрон, не предусмотрело тот факт, что количество людей, ездящих в центр, у нас как бы основная, для любого человека, который знает, как выглядит государство Израиль, понятно, что цель вот этой транспортной центральной артерии, которая идет с Нагории вниз до центра, и с юга из Аждо-Дашкилона идет вверх до центра Тель-Авива, до этого большого мегалополиса, привести людей из периферии на работу в центр страны. Периферия у нас не развита, рабочие места у нас в основном сосредоточены в центре. Не предусмотреть тот факт, что если вы увеличиваете количество небольших ответвлений, например, ответвление в Кармели-Бейт-Шан, оно приведет к масштабному росту людей, которым будут пользоваться, при том, что вы вбухиваете огромные средства, гигантские средства в пропаганду использования поезда, настаиваете на том, что частными автомобилями пользоваться не надо. С дорогами у нас, всем известно, что такое поездка по израильским дорогам в часы пик. Пользуйтесь поездом. После того, как вы нагнали толпу народа, вы создали все условия для того, чтобы эта толпа образовалась, вы внезапно говорите, а мы не ожидали, что количество людей вырастет. Мало того, что вы не ожидали, что вырастет количество людей. Вы не просчитали даже тот факт, что вам нужно везти больше рейсов, больше маршрутов. Увеличение количества маршрутов, увеличение количества поездок в день по каждому маршруту означает, что вам, а, нужно больше вагонов, которых почему-то заказали только в конце 2017 года, и, б, эти вагоны, эти поезда должен кто-то водить. Кто их может водить, кто их должен сопровождать? Нужны проводники, нужны водители, а их не хватает. Опять, еще раз, получилась странная ситуация. Ведомство, которое занималось всем этим проектом, почему-то не учло ни количество роста пассажиров, ни количество увеличения рейсов, ни количество увеличения маршрутов, ни необходимости увеличения персонала. И получилась идиотская ситуация. Те работники железной дороги, которые, так сказать, водители, которые раньше водили там 3-4 рейса в день, они вынуждены теперь водить 5-7. Их перебрасывают между различными локациями. Это не очень здоровый момент, потому что человек, когда привыкает к еду, он нормально на ней ездит, да, он знает, где есть какие проблемы и так далее. Люди перерабатываются, люди теряют внимание, да, люди не в состоянии контролировать нормальную дорогу. Работа с тех же проводников, да, людей, которые находятся в поездах, она очень нервная. Особенно сегодня, когда у вас отменили по меньшей мере треть поездов из Нагории в Тель-Авив, да, у вас осталось тут там 2-3 поездов, которые доходят до Хайфа. В Хайфе как бы более-менее нормально, тут еще как-то можно было нормально ездить, но они все набиты. Люди скандалят, люди спорят, люди дерутся буквально за то, чтобы войти в поезд и за места. Да, естественно, персонал, который их обслуживает, он не в состоянии, они не несут ответственности за планирование, за ущербное планирование, за отсутствие планирования, которое было у Министерства транспорта. И люди, естественно, не могут выдерживать подобного рода давление, естественно, они объявляют забастовку. А кто за эту забастовку будет платить? Естественно, не госпожа Керен Тернер-Яль и не министр КАЦ, которые не будут ездить на этом поезде. Платить за это будем мы. Ситуация, на самом деле, абсолютно идиотская, что от этого страдают все, абсолютно все. Может быть, вот это и суд революции, да, при революции обязательно должны пострадать все. Не может быть ситуация, при которой кто-то выиграет. Ну, Жорес говорил еще, оставьте революцию варварам. Очень, очень удачно подходит к этой ситуации. Саша, еще вопрос у меня. Я, в общем-то, человек не суеверный, но, может быть, в силу того, что я редко пользуюсь железной дорогой, только тогда, когда я еду в аэропорт, и то в последнее время это большое приключение, как правило, особенно, когда прилетаешь откуда-то из-за границы, и по пятницам это лучше всего ощущается. Скажи, пожалуйста, вот я заметил, что проблемы, серьезные проблемы на железной дороге начались после того, как Министерство транспорта, то, что называется, прогнулось перед израильскими ортодоксами, запретив проводить ремонтные работы по субботам. Это могло наложить свой отпечаток на ту безобразнейшую ситуацию, которая сегодня есть? Смотри, мы не будем говорить здесь про мистику, да, на какой-нибудь там пульсу Денуру наложен. Я смеюсь. Вопрос заключается в том, что на самом деле, смотри, так как были уже ситуации, при которых работы по субботам отменялись и были вынуждены работать в обычные рабочие дни, естественно, накладывало свой отпечаток, да, если вы перекрываете часть магистрали, часть движения, где вам нужно, я не знаю, сменить даже рельсы, да, или, я не знаю, проложить, починить что-то. Естественно, откладывает отпечаток на том, как обслуживаются люди. Если у вас ситуация, при которой невозможно, скажем, проложить новую ветку, работать новой веткой в субботу, да, потому что ультратодоксы будут бунтовать, естественно, процесс прокладки, знаешь, я тебе скажу, на самом деле, может быть, очень интересный вопрос, может быть, именно из-за этого, да, только я сейчас, только сейчас об этом задумался, может быть, именно из-за этого весь этот проект и запаздывает, может быть, из-за этого ситуация, что когда у нас, ну, у нас же транспорт не ходит по субботу, да, когда в те дни, когда можно было действительно быстрее работать, прокладывать рельсы, не перекрывать движение, не тратить на это время и силы, возможно, из-за этого процессы затянулся, но с другой стороны, как я и сказал ранее, если подумать, вагоны были заказаны только в конце 17-го года, ребята, вы собирались сделать революцию, и вы не купили вагоны, да, нам сейчас рассказывают, что они постепенно приходят, та же госпожа Фернер-Рояль рассказывает, что они постепенно приходят, и еще в течение, там, нужно потерпеть еще несколько месяцев, и они окончательно придут, и тогда все станет на свои места. Связано ли это с ультрарелигиозным засилием, нет, не думаю, я думаю, что никто из ультра-ортодоксов не запрещал министерству заранее, которое, как бы, планировало открыть в 2018 году, заказать вагоны в 2016, да, или в 2015, при этом я отведу еще одну маленькую деталь, у нас очень любят рассказывать о том, что у нас, как бы, проблема с преемственностью власти, у нас постоянно сменяется руководство разных ведомств, поэтому новые проекты начинаются, старые зависают и так далее, министр Кац, Страйль Кац, находится на этом посту 9 лет. Если этот человек пользовался программой, проектом, который был создан еще в 2001 году, то я не знаю, как насчет проектировщиков, да, планировщиков, людей, которые проверяют, насколько растет пользование тем или иным маршрутом, я думаю, что гнать нужно всю вообще верхушку, потому что ситуация, ребята, вы, вы что, в 2001 году этот проект впервые запланировали, да, представили, вы с тех пор не провели проверок того, что изменилось количество населения, да, изменилась ситуация с работой и так далее, вы не просчитали, какое влияние будет иметь реклама. Ребят, вам, честно говоря, не место тех... Саш, ты знаешь, ты об этом вспомнил, 2001 год, я был на той пресс-конференции, когда журналистам представляли этот проект, и мы все думали, о, о, как будет классно, и вот мы сегодня видим, как сегодня классно. Саш, последний короткий вопрос. Парламентская экономическая комиссия КНЕС, это специально собралось, чтобы обсудить положение на израильской железной дороге, и перед тем, как началась комиссия, ее председатель, господин Айтаан Кабель, заявил следующее, я процитирую, «Каждый день мы вновь и вновь убеждаемся в том, что запуск поездов в Иерусалим был предвыборным трюком, не более, на Тони Агу и КАС работают на свой имидж за счет безопасности граждан». Скажи, пожалуйста, какова доля сермяжной правды в этих словах? Смотри, на самом деле мы же знаем, как журналисты, последний год, именно год, я бы сказал, не календарный, именно последние 12 месяцев у нас, мы провели под эгидой, вот-вот-вот, сейчас будут выборы. Выборы должны были быть, об этом говорили в октябре 2017, об этом говорили в декабре 2017, об этом говорили в феврале-марте 2018, об этом говорили в июне, вот эта вот гонка, которая у нас в 2018 году, любой ценой мы открываем новую линию, Тель-Авив, Иерусалим, все, что произойдет, нас не волнует, никакие чубчики, как сказала Кэрин Тернер-Рояль, никакие чубчики не задержат нас на полгода и так далее, и так далее, любой ценой мы не верим ни в какие прогнозы, мы открываем, вот ее вот поставлено так, мы должны ее открыть. Это явно напоминает ситуацию, при которой, ты помнишь, да, какому году должны советские люди должны были жить при коммунизме, у кого-то, очевидно, было записано, что в 2018 году, если, не дай бог, состоятся выборы, да, и так далее, у него должна быть открыта, он должен записать, я открыл революционную ветку в Тель-Авив, Иерусалим, хотя на самом деле революционную ветку Тель-Авив, Иерусалим, я не помню, мы уже эту тему обсуждали или нет, открыли в свое время при турецком мандате, ее построили за два года. Это ветка, которая шла, два года ее строили, и на ее, так сказать, линии, это мелкоколейка, да, естественно, но это было в 1890 году, начало строительство, в 92-м оно закончилось, причем раньше сроков, что самое интересное, и там было 170 мостов, да, 170 мостов через эти провалы, ущелья и так далее, которые построили турки. Поэтому, я не знаю, мне кажется, турецкая революция на сегодняшний день была более, турецкая транспортная революция 1892 года была более эффективной, чем сегодняшняя революция господина Кацин. Саша, огромное спасибо за очень интересное мнение, спасибо, всего самого доброго, здоровья и до новых встреч. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо вам, друзья, что были с нами, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok